Роспотребнадзор обнаружил фенол в водопроводных сетях Южно-Сахалинска. Специалисты провели внеплановую проверку после многочисленных жалоб жителей на неприятный запах жидкости, вытекающий из кранов. Токсичное вещество второго класса опасности может представлять угрозу здоровью горожан. При этом днем ранее в мэрии отрицали, что вода каким-либо образом может быть вредна для людей. 25 января. Первые сообщения горожан о зловонной воде. Днем позже к ситуации подключается Роспотребнадзор. Специалисты отбирали воду на различных объектах водоснабжения и в жилых домах. Результаты оказались, мягко говоря, достойными внимания. Исследования проводились в течение всего дня до ночи. Были установлены также превышения нормативов по фенолам. Сейчас ее можно использовать для каких-то технических нужд человека. Но, естественно, пищу ее применять вчера нельзя было. Специалисты объясняют, фенол опасен для здоровья. И его превышение – это установленный факт. Впрочем, формально можно заявить, что яд именно был во вчерашних пробах воды. Чтобы подтвердить или исключить его присутствие в трубах горожан прямо сейчас, потребуются новые анализы, которые будут проводить и дальше. Однако наличие фенола прошло как-то мимо чиновников из мэрии. На сегодняшнем заседании оперативного штаба они резюмируют ситуацию так. В воде появился неприятный запах. Значит, оперативно были сделаны первичные анализы. Каких-то посторонних веществ превышения не было обнаружено. Ни слова о феноле не говорит и Росводоканал Сахалин. На сайте можно найти упоминания о запахе и процедуре промывки. Сейчас предприятие сливает воду, чтобы заменить дурно пахнущую жидкость новой – нормальной водой. В прислужбе мэрии фенольный вопрос также не комментируют. А вот в Следственном комитете, похоже, есть что добавить по этому поводу. Организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проведения проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию водоснабжения и предоставление населению питьевой воды, отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также принято процессуальное решение. Роспотребнадзор также заявил о том, что примет меры. В отношении уполномоченных организаций они выдали предписание. «Предписание о выявлении причины, потому как у нас хозяйствующий субъект несет ответственность за качество предоставленной воды, значит, он должен найти причину, устранить ее, удостовериться в качестве воды, и только после того у нас закончится это мероприятие». Пока о причинах и последствиях дурнопахнущей и мокрой истории говорить рано. Специалисты продолжат мониторинг ситуации. В мэрии рано или поздно столкнутся с необходимостью прокомментировать факт обнаружения веществ, который, похоже, непросто заметить даже в официальных отчетах. Мы продолжим следить за развитием событий. Евгений Черемухин, Иван Гамзов, Дмитрий Прокошкин, Сонс.ТВ. Евгений Черемухин, Сонс.ТВ.